кем ты хочешь стать когда вырастешь спросила бабушка у внука иностранцем ответил он на минувшей неделе наконец-то открылась граница с финляндии ситуации попытались воспользоваться около 30 тысяч россиян навешу килограммы кремлевской лапши на уши они достали из кубышки последние сбережения свои и погнали за бугор за недоступные нынче на родине санкционкой слом сознания произошел еще на месте евро там по 120 рублей то есть не 56 как нам говорят о целых 120 чувствуете разницу так вот и они почувствовали дружно сняли они всю лапшу суши и тотчас же развернувшись на 180 градусов направились по известному всем курсу здравствуйте это программа подробностей совместный проект студии зеркало news и канала реальная журналистика сегодня о новых геополитических победах сверхдержавы наши и так поехали по задумке лучших умов из администрации президента формат этот должен был стать отражением недавно визита байдена на ближний восток мол ты пытаешься калитскую там создать и мы тоже что-то там делаем правда что именно путин собирался сделать скрипцам так и не рассказали визит путина с самого начала был окутан глухой завесой тайны российские сми вообще до самого визита ничего о нем своему стаду не сообщали а ближневосточные издания два раза анонсировали что путин уже в тегеране то есть когда елбасы наш туда уже давным-давно прилетел он поход так боялся что его самолет где-то там мухи обосрут что аж засекретил визит хотя скорее всего причина кроется в его прошлом визите в туркменистан где его самолет отогнали на самую дальнюю стоянку и даже не встретили пришлось бедняжки пешком идти до самой машины закончил все тем что эрдоган сразу же по прилету в тегеран встретился с лидером ирана ибрагимом раисе чтобы обсудить свои вопросы сотрудничества путина пришлось подождать это часов шесть не меньше иностранные сми передавали кадры того как путин ждал пока президента региональных держав освободятся и уделят ему свое время все это время эрдоган и раисе делили сирию до без путина до без россии да 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 вы не ослышались мавр сделал свое дело мавр может уходить это я про спецоперацию путина в сирии помните такая была но если речь идет о гопнике как данном случае то его не только попросят уйти а еще и за шкирку вышвырнут в дипломатии это выглядит примерно так как на этой фотографии в одиночестве на обычном жестком стуле у входа без российского флага без регалий без свиты и без всяких почестей и все же путин когда ехал очень надеялся что иран поможет ему в его спецоперации на территории украины но естественно техника естественно оружием естественно беспилотниками это сейчас главное на украине авиация с одной стороны он облажался простите обнадеживался тем что америка сейчас формирует в регионе собственную коалицию против ирана и вот потому как он считал раисе сейчас прям побежит к нему в объятии ибо другого выхода у него видимо и нет хотя путин прекрасно понимает что и у него самого нет другого выхода калашами против авиации и хаймерсов не повоюешь свое оружие на заводах не соберешь электроники точно механики оптики всего этого у нас нет стране из-за санкции причем теперь нет от слова совсем а у турки даже и те послали во всем известным курсом турция и украина находится на стратегическом уровне отношений особенно в области воздушно-космического пространства и обороны это результат многолетних трудов турция поддерживает украину посредством технологий боевых беспилотников я понимаю дело дошло до того что вы подарили беспилотники но как насчет россии вы будете поставлять их россии вообще-то вы знаете мы не делали этого мы не поставляли и не поставляем им ничего но мы не собираемся этого делать в дальнейшем потому что мы поддерживаем украину поддерживаем ее суверенитет и поддерживаем ее сопротивление и борьбу за свою независимость а еще для солнцеликова нашего визит в иран это вторая за последнее время попытка выйти из полномасштабной изоляции и показать зомбированным центральным телевидением скрипоносцам что не все так уж и плохо ну если вы знаете первая попытка с туркменистаном провалилась в пух и прах а тут можно сказать что мол ну не в изоляции мы изоленты у них не хватит чтобы влияние руси матушки изолировать но с другой стороны тройка турции раны россии это даже не какой-то там ситуативный альянс в русском языке это называется лебедь рак и щука до интересы в сирии у всех этих стран есть но интересы у всех этих стран совсем разные наверное все помнят сбитый турками российский самолет а все дело в том что турция поддерживает сирии оппозиционные силы и угрожает новым наступлением на севере а иран и россия как бы выступает против этого с другой стороны как ни крути иран уже давным-давно много лет живет под санкциями вот только санкции эти не идут ни в какое сравнение с тем что сейчас домокловым мечом нависло над нашей страной имея доступ к зарубежной техники и технологиям иранцам даже удалось развить свое неплохое машиностроение и как ни странно даже авиастроение а доступ к западным деталям узлам им обеспечил создание завода по постройке тех самых беспилотников которые сейчас так хочет получить путин помогает россии сейчас это значит нарваться на те же самые санкции что нарвалась сердержава великоскрепная наша и русским языком говоря это называется похерить все у себя вы ранее как вы понимаете руководство немножко другое чем у нас она там национально ориентированная там нет такой коррупции там нет кооператива озера что готов последнее вывести из стороны и прикупить недвижимость в уютной европе они просто не допустят такого коллапса у себя на родине а тут еще одна тема всплыла все последние годы россия продавала свою нефть в европу и как бы с ираном не конкурировал то что иран продавал свою нефть в китай и тут неожиданно наша страна из-за блокады запада начинает поставлять черное золото в поднебесную ну знаете ли ирану это уж точно было нужно меньше всего а вот потому иран и провозгласил курс на занятие позиции россии сирии в отместку за нефть потому россии делили вместе с эрдоганом сирию и делали нити это целых шесть часов пока путин ждал за дверью и ведь дождался же вот такого для справки восточное гостеприимство это нечто большее чем даже культ президентов на востоке встречают вот так ну или вот так а вот так не встречают никого если гости посадили на стульчик у двери то это значит что гостью не просто не рады это знак глубочайшего неуважения презрения и даже унижения просто ему дали понять что раз он уж и заварил всю эту кашу с украины той расклёбывать эту кашу придется ему одному и никто еще раз никто не поможет в россии больше не осталось союзников от слова совсем на медний последний оплот путина в европе венгерский президент орбан внезапно разрешил транзит военных грузов в украину через свою территорию очень думайте сами решайте сами помните мы рассказывали вам про то как победили активисты в шиесе и о том как власти теперь спешно ищут новые места для полигонов одним из таких мест стал город краснуфимск что на урале так вот краснуфимск тоже взбунтовался и сегодня вечером на нашем канале зеркало news подробное отчет о первой за долгое время акции протеста на урале в городе краснофимск а завтра там же на канале зеркало news о том как оппозиционный депутат груздумы в прямом смысле этого слова переобулся и став зам губернатором продвигает антинародные проекты в том числе и ту самую свалку против которой люди вышли на улицу вранье интриги стрельба и предательство все это на канале зеркало news уже в эти выходные увидимся